Сегодня тема нашей программы – речевой штамп. Что это такое? В переводе с латинского означает «печать». Это слово или выражение, которое в прошлом выступало в речи как образное средство, выразительный оборот. Другими словами, это бывшая экспрессема, которая от частого использования в речи потеряла свою яркость и выразительную силу. Штампованные выражения относятся к разряду стилистических ошибок. Эти слова с потускневшей эмоциональной окраской лишают речи конкретности, индивидуальности и простоты. Речевые штампы свидетельствуют о неучёте говорящим или пишущим соотношения стандартов и экспрессивных возможностей жанра или функционального стиля. Кстати, штампом чаще всего становится растиражированная метафора, которая из-за чистоты своего употребления десемантизируется, то есть теряет свою свежесть. Например, бить человечество или дать зелёный свет, проходить красной нитью, победное шествие. Чем объясняется уменьшение воздействующей силы от частоты употребления слов и выражения? Привыканием. Вот почему, с одной стороны, адаптация или привыкание к определённому способу выражения увеличивает число языковых штампов, а с другой стороны, стимулирует говорящего искать более действенные средства выразительности. Со временем штампы устаревают и перестают употребляться. Вот примеры старых штампов. Чёрное золото, нефть, белое золото, хлопок, голубое золото, газ, зелёное золото, чай. Кстати, не стоит путать штампы и канцеляризмы. Это выражение официально делового стиля речи, которые неуместны за пределами этого стиля. Необходимо также отличать речевые штампы от языковых стандартов, то есть готовых, воспроизводимых в речи средств выражения, таких строевых элементов того или иного функционального стиля. Они необходимы, поэтому оцениваются нами положительно. Старайтесь избегать штампов, и пусть наша речь будет безупречной. До встречи!